Приветствую вас! Давайте начнём. Вы пишите, что у меня низкая самооценка. Это неверные представления о себе. Исказенные, ложные представления о себе. Куча комплексов, та же самая история. Тоже ложные, неверные представления о себе. Закреплённые эмоционально, в определённых ситуациях, подкреплённых определённой выгодой. Но, тем не менее, это совокупность искажённых представлений о мире и о себе. Дальше, ненавидаешь себя и твоё тело. Ненависть к себе, ну, это вряд ли. Вот, скорее вы склонны обвинять себя, критиковать себя, да, и, соответственно, не принимаете себя такую, какая вы есть. В силу того, что, опять же, извне постоянно посылались определённые такие сигналы, что вы не такая, что вы должны быть другой, и так далее. Неуверенность в себе. Ну, неуверенность в себе, это... Такая история, когда человек, как бы так сказать, когда человек действует не в соответствии со своими ценностями, не в соответствии со своими интересами, не в соответствии со своими потребностями и способностями. Я бы вот так сказал, ой. Вот. Что есть, уверенность в себе появляется только тогда, когда человек получает живую, обратную связь от того, что он делает. А живая, обратная связь, она возможна только тогда, когда человек делает то, что ему интересно, то, что соответствует его способностям, вот, и его ценностям, его целям соответствует. Только вот в этом случае человек может обрести уверенность в себе. В других, в других случаях, нет, к сожалению, не может в других случаях никак. Вот. Надеюсь, это вам понятно. Понятно. Дальше. 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 Я сама так держу это всё в себе, потому что не знаю, как это сказать. Ну, никак. Просто надо сказать, как есть, и всё. Тут правильных слов нет. Правда, говорить нужно людям правильным. Подруга это, к сожалению, не те люди, которые должны выступать вам психологами и психотерапевтами. Я очень пробовал говорить некоторым моим подругам, в итоге услышал, что я сама виновата и накручиваю себя. Ну, правильно, правильно так, что у людей свои проблемы и, как бы, мало кто из друзей, да, готов помогать. Вот. Я делаю порезы в своём теле в 14 лет. Это вот агрессия, то есть неспособность выразить свои чувства вовне и, соответственно, выразить на себе. На себе. Когда она же найдёт, на всё новое теле легче. Ну, да, видит результат, может быть даже наказывать себя. То есть наказание себя, это одна из форм проявлений удовлетворения своих потребностей. Через негатив. Правда. Вот. Я постоянно хочу урезать своё тело и также думаю о суициде. Ну, это, соответственно, посыл к, ну, посыл к смерти, что вы должны умереть. Кроме родителей, вряд ли кто-то ещё мог вам задать такую негативную установку. Я пытался справиться стать, исправиться сам, стать другим человеком, но у меня ничего не получилось. Как пытались? Что значит другим человеком? Что значит не получилось? Почему перестали? То есть, понимаете как, если вы поняли, что вы не хотите быть той, кто вы есть, да, и начали меняться, то это хорошо. Это здорово, что вы начали меняться. Но история здесь немножко другая. Если вы решили меняться, да, то меняться нужно именно ради процесса, а не ради результата. А у меня такое ощущение, что вы менялись именно ради результата. Вот. Если это так, если вы менялись ради результата, то нет ничего удивительного в том, что у вас ничего не получилось на самом деле. Потому что получилось бы только в том случае, если вы менялись бы именно ради процесса. То есть, опять же, получали ту самую обратную связь, которая живая, живая обратная связь. Понимаете? Вот. И именно в этом случае вы могли бы сделать для себя что-то хорошее и полезное. А так получается, что вы просто опять ориентировались на других людей, да, опять получается, что вы, значит, ориентировались на кого-то. И, соответственно, когда поняли, что не можете быть с той, с кем вас хотят видеть, значит, другие люди, да, то вы, соответственно, испытываете разочарование. И прекращаете все попытки. Но, по сути, это прилег в никуда, потому что, по сути, да, по сути, по сути, по сути, по сути дел. Вот. Это изначально было обречено на провал. Таким образом вы просто хотели убедить себя в том, что недостойны, чтобы получить разрешение на то, чтобы делать вот то, что вы сейчас, собственно, делаете. Вот. То есть, по сути, вы обманывали себя, да, и сейчас вот пытаетесь обмануть нас. Ну, то есть, конечно, я понимаю, что вы это делаете, делали не специально, да, то есть, делаете не специально, но тем не менее. Вот. Так вот. Я на ваш обман как бы не поддамся, да. То есть, с план того, что... Нет. 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 Я вам не поверю. Нет. То есть, если бы вы действительно хотели стать другим человеком, то вы делали бы это исключительно ради процесса, вам бы нравилось просто меняться. И не важно куда и как там, в какую сторону, да, и так далее, это будет… Вот главное, что перемены, перемены какие-то, вот. Ну и, соответственно, в этом, как бы, в этом аспекте, да, важно не ставить перед собой каких-то определенных целей, конкретных целей, вот, понимаете, то есть важно, чтобы вы именно, вот, на процессе были сконцентрированы. Да, все, идем. Так, я просто ненавижу себя, об этом я уже сказал, мне кажется, что я не умею общаться с людьми, так как проблемы во мне, не люблю учебные компании. Так, ну смотрите, я не умею общаться с людьми. А хотите ли, если хотите, то, соответственно, нужно расширять свой кругозор, нужно заниматься увлечениями, нужно делать что-то, нужно расширять свои интересы, тогда и люди появятся. Вот. А как так-то, по-другому? Ну, то есть, вы смотрите сами, если я хочу, да, если я хочу, ага, значит, ну, с какими-то людьми сблизиться, допустим, просто сблизиться, что наверняка я постараюсь посмотреть, что им интересно, этим людям, и соотнесу то, что интересно им всем, что интересно мне. И если мне интересно в какой-то степени, то, что интересно им, я подумаю, как это можно было бы совместить, ну, то есть, как это можно было бы реализовать. Да? Вот. Вот, собственно, вот, собственно, то, что нужно сделать вам по большому счёту. Понимаете? То есть, здесь вся история, она именно в этом. А то, что вы не любите ещё на компании, да, то, что вы любите там сидеть дома с подругой, это связано скорее именно вот с тем, что, ну, вы себя не принимаете до конца, до конца с такой вот, какая вы вообще есть, да, и соответственно, поэтому у вас такая реакция. То есть, это, по сути, реакция избегания. Вот. И всё. Вопрос в том, опять же, ЛГП вы меняете это или нет? Или как? То есть, ну, вот вы жалуете, да, то есть, вот вы рассказываете, что-то происходит, да. Я постоянно завидую людям, да. То есть, зависть, это, опять же, сравнение. Сравнение, это установка, что быть такой, как другие, да. То есть, это ориентация на социальный аспект, а не на личный. Думаю, что у них жизнь намного лучше, чем у меня. Нет, это то, что вы видите, на самом деле у каждого свои проблемы, просто восприятие проблем у всех одинаковое. Проблемы у всех разные, но восприятие их одинаковое. То есть, если у кого-то есть, допустим, 50 рублей, он думает, ну, он думает, как, как, что ему делать с 50 рублями, если у кого-то 500 миллионов рублей, то он, соответственно, имеет то же проблемы, просто другие. Меньше проблем от количества, от улучшения качества жизни не становится проблемой. Проблемы становятся просто другие. Вот. Но проблема в том, что вы воспринимаете то, что люди хотят показать. Понимаете? То есть, как бы, вы не относитесь критически, вы не относитесь критически к другим людям. Вы относитесь критически только к себе. И то, критика у вас исключительно деструктивна. Вот. Понимаете? К себе нужно относиться с критикой конструктивной, к другим нужно относиться скептически. То есть, например, делить на два то, что говорят другие люди. Да? Там проверять, перепроверять, смотреть, что говорят и так далее. Вы этого ничего не делаете. Ну и последнее. Вы не задаете вопрос. Вопрос-то в чем? Чтобы решить ваши проблемы, нужна серия индивидуальных консультаций. Оно не по-другому, к сожалению, я боюсь вам не помочь. Ни один ответ вам не даст универсального волшебного решения для ваших проблем. Я рекомендую почитать книгу «Я умею прыгать через лужи». Вот. Она есть в интернете. Бесплатно почитайте. А я думаю, что это вам позволит понять кое-какие вещи. Вот. Ну, а после все же на индивидуальную консультацию с любым из экспертов, которого вы выберете и которому вы доверитесь. Вот. То есть доверять свои проблемы нужно людям, которые занимаются этим профессионалом. Вот. А не тем, кто этим не занимается профессионалом. Вот. Ну и помните, что ненависть это такое, знаете, обратное чувство любви. Что так вы себя любите, так вы проявляете любовь. Ненависть это любовь со знаком минусом. Вот это все. И ненависть это детское чувство, когда человек искренне не понимает, по какой причине какие-то вещи лишают его вообще удовольствия, комфорта. Вот. Ненависть это немного детское чувство, связанное с абсолютизацией. То есть я, например, должна быть самой красивой. Если я не самая красивая, то я себя ненавижу. А проблема в том, что самых красивых людей не бывает. Можно быть самой красивой только для кого-то. Но не для всех. Правда, понятие красоты у всех разное. Получается, что ненавидите вы себя в таком случае. Будете всегда. В любом случае. И возникает вопрос. Возникает вопрос. А зачем? Для чего так? Понятие. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.